Болезнь Паркинсона Ранняя болезнь начинается иногда в 20 лет, в 25, в 30, вот до 40 лет считается ранний паркинсонизм. Болезнь Паркинсона в это время чаще носит все-таки наследственный характер, а иногда это все-таки связано с какими-то последствиями интоксикации, травмы, иногда это связано с сосудистыми расстройствами, то есть какой-то должен быть особый толчок, причина, чтобы развелось это расстройство. Но самое обидное, что ранний паркинсонизм развивается в 20, иногда в 10-15% случаев по разным наблюдениям в разных странах, но это в общем-то достаточно много. То есть каждый десятый, каждый, допустим, пятый, это ранняя форма, несмотря на то, что мы считаем, что эта болезнь бывает именно уже в преклонном возрасте. И она имеет отличие в начале, в течение своего болезни, как она развивается, и в определенных как бы вот минифестных признаках. Если мы говорим о том, что самые основные признаки вообще этой болезни, их как бы в основном четыре, это гипотенетические или акинетические, то есть это замедленность движений, скованность движений, то есть нарушение двигателя функции, это первое. Второе, это то, что мы говорим, вот чтобы было понятно, основное, это второй признак, это ригидность, то есть скованность мышц всего тела и поза отсюда. Третий, это тремор, дрожь, дрожательные проявления, которые выдают и видны очевидность стороны. И последний, как бы вот тоже такой признак, это неустойчивость при ходьбе, это то состояние, когда они, в общем-то, склонны к каким-то вот трудностям удержания равновесия и к тому, что появляется у них определенная склонность к падениям или движениям по своему направлению с трудными поворотами. Вот, это как бы основные признаки. То в раннем возрасте, у раннего паркинсонизма развитие болезни немножко идет по-другому. На первый план выходят как бы вторичные признаки. Это связано с тем, что появляется апатия, депрессия, то есть тут как бы эмоциональные такие нарушения, нарушение сна, меняется вегетатика, появляется сальная кожа, появляется перхоть, то есть сиборея. Это, я говорю, вот такие вот проявления, которые, казалось бы, ну, не самые главные. Проявляется это в определенных астенических изменениях, то есть утомляемость, вязкость, мышление. Ну, и могут быть, конечно, такие затруднения в движении, которые идут на уровень как бы насильственных движений и чаще проявляются как бы во сне. То есть вот те симптомы, которые как бы вот в реальной жизни трудно связать с серьезным страшным заболеванием, которое называем болезнь Паркинсона. И удивительно, что при раннем паркинсонизме течение достаточно благоприятное. Это заболевание иногда длится и при правильном лечении, и при правильном уходе, развивается очень медленно, так сказать, это такой медленный темп проградиентности, и достаточно долго дает возможность жить, сохраняя статус, трудоспособность, семью и сохраняя социальное такое положение в обществе. И самое интересное, что достаточно поздно проявляются нарушения двигательные и мистические, то есть связанные с интеллектом. То есть они уже как бы потом развиваются уже достаточно в таком, на отдаленном этапе. То есть мы сейчас говорим о том, что ранний паркинсонизм протекает достаточно мягко и благоприятно. Хотя, казалось бы, как при других заболеваниях, чем раньше начинается заболевание, тем страшнее прогноз, потому что как бы это заболевание идет злокачественным путем. Но вот болезнь паркинсона имеет такие отличия. Поза просителя, которая также является одним из основных симптомов болезни паркинсона, в молодом возрасте развивается, появляется? Поза просителя – это вынужденная поза, которая формируется постепенно и медленно. Мы видим людей стройных, подтянутых, у которых, в общем-то, осанка достаточно правильная, то есть прямая спинка. А повышенная ригидность тонус мышц вдоль позвоночника, вдоль мышц спины, она приводит к тому, что тонус сгибателей преобладает над тонусом разгибателей спины. И мышцы спины, и сама спина, и тело принимают позу именно согнутую. То есть она сутулится, спинка, а потом они наклоняются вперед, и даже голова немножко наклоняется. Какая-то поза ущербности, именно вот то, что мы называем поза просителя. То есть они в таком вот положении сутулившиеся. И самое обидное, что оно действительно как бы стягивает их. Этим оно напоминает болезнь Бехтерева. Ну там понятно, что это из-за позвоночника. А здесь именно из-за тонуса, гипертонуса мышц сгибателей-разгибателей. Но больше сгибателей, поэтому спинка сутулится. И вот такая вот ущербная поза. Поэтому им очень тяжело вообще менять положение тела. И это положение приводит к тому, что центр тяжести у них смещается как бы вперед, ближе к носкам обуви. Вот, и в общем-то приводит опять же к чему, что угроза потерять равновесие достаточно большая. И при движении им очень трудно выравнивать, допустим, тонус тех или других мышц. Они все напряжены, ну как вот мы говорим, рей мачта. Вот все напряжены, чтобы мачта стояла ровно. А если с одной стороны, мы говорим, будем больше сгибать, ну как вот раньше у лучников, вот лук натягивается за счет тетивы, то есть вот этой струны. И лук сгибается, его можно согнуть. Вот так вот получается мышцы, связки напряженно сгибают. И вот это вот напряжение мышц приводит к такой позе. И не только к этому. Массе других ощущений болевых и других, которые пациент испытывает. А на какой стадии формируется такая поза? Она формируется постепенно. В том-то и дело, что когда мы говорим о, так сказать, типе развития или форме развития, то мы говорим о том, что есть дрожательная форма. Там в основном выступает тремор на первый план. Очевидно, видим, как у них дрожат. Руки в покое, пальчики в покое. И, допустим, подбородок, нижняя челюсть, тело, мышцы мимические. То есть в основном это, ну все тело дрожит, но в основном, конечно, руки в покое. Вот, то при акинета ригидной форме в основном преобладает вот именно напряжение, повыше напряжение тонуса, то есть ригидность всех мышц. Это не только человек там на какое-то время, а в том-то дело, что эта ригидность может меняться. Она может быть в разных мышцах, по-разному проявляться, то есть преобладать в одной части тела, в другой части. Вот эта разность ригидности приводит к тому, что они испытывают достаточно много дискомфортных состояний, ощущений в виде разных проявлений боли. Но тут в чем дело, если преобладает именно в клинике болезнь Паркинсона вот это вот напряжение, ригидность, то оно потихонечку, вот его как бы сгибает, потихонечку. В зависимости от проградиентности заболевания. Если от одной стадии к другой проходит там два с половиной года и там два, полтора, то есть мы говорим быстро развивается болезнь. Но мы просто замечаем, как человек буквально вот его, оно сгибает болезнь, если это средняя проградиентность или медленная проградиентность, там до пяти лет или пять-десять лет, или еще медленнее развивается от стадии к стадии, то это как бы вот, ну как бы, ну стареет человек. То есть мы иногда это воспринимаем как просто признак старости. Как многие говорят, вот раньше, вот я был высокий или высокая, а с годами, ты знаешь, как-то вот стало ниже. И это действительно, невропатологи это знают, за счет того, что идет склерозирование дисков межпозвоночных, то есть есть между каждым позвонком диск амортизационный. Вот, и с годами они атрофируются, наступают опять же дегенеративные изменения, и расстояние между дисками позвоночника уменьшается, и человек действительно уменьшается в росте. А здесь еще, за счет ригидности, еще идет сгибание такое вот болезненное, причем оно не отпускает его почти даже и ночью. Меньше ночью как бы проявляется, потому что человек лежит, но это как бы становится его особенностью. И по мере развития вот это вот сгибание все больше и больше нарастает, ну в общем-то и потом приводит к тому, что вместе с другими симптомами не дает возможности вообще ходить. Вот в чем дело, потому что центр тяжести всегда выходит за пределы опоры, то есть стоп. Ну и человек не может выравнивать свое тело, как обычно происходит, автоматически за счет вестибулярного аппарата. И он в общем-то нуждается в какой-то опоре или в том, что мы будем еще говорить, какие-то приспособления, перила, палочки или трости на трех ножках, на четырех ножках. Сейчас в медицинских магазинах, аптеках эти приспособления есть, но надо, чтобы они были у конкретного человека. Субтитры сделал DimaTorzok